Кабмин сэкономит в 2016 году 700 миллиардов рублей. На заседании Кабинет министров рассмотрел уточнение параметров главного финансового документа страны, подготовленный Министерством финансов. Семейные родовые общины Малоземельской тундры выступают за объединение усилия в проработке возможности самостоятельного строительства небольшого убойного пункта в районе мест своих зимних кочевий. Это позволит реализовать большое количество оленины. Росприроднадзор согласовал территориальную схему по обращению с отходами в Ненецком округе. Она будет действовать до 2030 года. С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Правительство одобрило поправки в бюджет 2016 года, предусматривающие увеличение дефицита российской казны с 3 до 3,66%. Уточнения параметров главного финансового документа страны были подготовлены Министерством финансов. Корректировка потребовалась для того, чтобы бюджет соответствовал сложившимся экономическим условиям, которые с момента его принятия в прошлом году претерпели определенные изменения. Недополучение средств федерального бюджета связано с недобором средств от экспорта нефти. В результате доходная часть бюджета сокращается на 370 миллиардов рублей. Поэтому правительство взялось за сокращение неэффективных расходов. По итогам года рассчитываем сэкономить больше 700 миллиардов рублей и перераспределяем деньги в пользу наиболее значимых направлений. Таким образом, будет перераспределено более 1 триллиона рублей, сообщил Дмитрий Медведев. Прежде всего, они, конечно, пойдут на исполнение наших социальных обязательств. Основная часть дополнительных расходов – это трансферты пенсионному фонду на обязательные пенсионные страхования и целый ряд других направлений. Говоря о ситуации в Ненецком округе, стоит отметить, что несмотря на остающиеся очень сложной ситуации с наполнением доходной части региональной казны, при распределении дефицитных финансовых средств сохраняются прежние приоритеты. Бюджет имеет отчетливую, выраженную социальную направленность. Третье расходы за неделю – это социальные выходы населения в размере 103,3 миллиона рублей. Также поддержка формы субсидий юридических лиц была оказана в размере 39 миллионов размеров. Это основа субсидий Шерха, Авиарьев и Оске, Молоко и компенсации юридических лиц заработливая совершеннолетие граждан. Бюджетные инвестиции в гособственность составили 66,9 миллионов рублей. Это 6-секционный дом по улице Авиатора, детский сад на 220 мест по улице Авиатора, жилой дом по деревянного фонда, оплата электрорекортификации по участкам многодетных семян. Кроме того, порядка 29 миллионов рублей было направлено на обслуживание госдолга. По информации Татьяны Лагвиненко, Ненецкий округ привлек новый коммерческий кредит в размере 1 миллиарда 100 миллионов рублей. При этом был погашен казначейский заим 960 миллионов. Государственный долг Ненецкого округа составляет 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Меры окружной государственной поддержки оленеводческой отрасли на очередной сельхозсезон, а также принимаемый в регионе закон об оленеводстве, обсудили в Нельмином-Носе. Там состоялась выездная рабочая встреча специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАУ и руководителей шести семейно-родовых общин Малоземельской тундры. Представители окружного ведомства и тундровики обсудили перспективы развития оленеводства. На сегодня в планах семейно-родовых общин Малоземельской тундры объединить усилия и проработать возможность самостоятельного строительства небольшого убойного пункта в районе мест своих зимних кочевий. Традиционную деятельность общины, базирующуюся в Нельмином-Носе, ведут уже 10 лет. За это время поголовье оленей значительно выросло. По оценкам экспертов профильного окружного ведомства, рост поголовья уже оказывает негативное воздействие на пастбище. Это может привести к перевыпасу. Возникает риск потери поголовья. Одним из механизмов решения назревающей проблемы является оптимизация стада и увеличение объемов заготовки мяса в рамках убойной кампании. По предварительным просчетам, это даст дополнительно порядка 90 тонн мяса для промышленной переработки. В этом заинтересованы и сами оленеводы общин, поскольку государственная финансовая поддержка отрасли определяется объемом реализованной в регионе продукции. Для реализации большого количества оленины семейно-родовым общинам необходимо наличие убойного пункта. 164 тысячи тонн отходов всех категорий образовались в Ненинском округе за 2015 год. То есть каждый житель отправил на свалку порядка 4 тонн мусора. Такие ужасающие цифры сообщил Департамент природных ресурсов и агропромышленного комплекса. Впрочем, первые шаги в борьбе с мусором окружные власти уже сделали. В регионе разработана территориальная схема обращения с отходами наперед до 2030 года. Как борьба с отходами повернет вспять мусорные реки, узнала Любовь Пермякова. На окружных свалках ежегодно скапливается десятки тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они загрязняют воздух, почву, подземные воды и превращаются таким образом в серьезную опасность для окружающей среды и человека. Вот почему героями дня становятся эффективные и безотходные, а главное – экологически чистые технологии промышленной переработки отходов. Разработанная схема позволит по-новому организовать процесс обращения с отходами, покончить с несанкционированными свалками вокруг населенных пунктов и сформировать культуру обращения с мусором. Это достаточно сухой документ, содержащий информацию, скажем, о существующем положении на территории отдельно взятого субъекта в области обращения с отходами. Схема описывает существующие источники образования отходов, пути переработки этих отходов, способы переработки этих отходов. И схема, в том числе, по крайней мере, наша схема, она содержит предложение перспективного развития системы обращения с отходами. Разработка схемы – один из ключевых этапов комплексного плана работы по решению вопросов в области обращения с отходами в Заполярном регионе. Следующий шаг – выбор регионального оператора. Данную работу будет проводить Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ, в чьи полномочия входит практическая часть решения вопроса. Проект уже есть. Требуется, чтобы федералы разработали ряд документов, потому что в данный конкурсной документации прописываются основные условия. Территориальная схема позволяет прописать условия, где будут размещены отходы, места накопления. Логистика определенная. В части, как будет обращение с отходами, и как региональный оператор должен этим заниматься, это все прописано будет в федеральных документах. Они пока в разработке, как поступят к нам. Мы вносим изменения, дополняем проект из своих документов, также обогащаем материалом конкурсную документацию, вешаем ее как на площадку, проводим конкурс. По словам Алексея Николаева, региональный оператор в Ненецком округе будет определен до конца этого года. Региональный оператор, когда мы выбираем, он уже должен не только соответствовать условиям, но и разработать инвестиционную программу, проведенную программу разработать на определенное количество лет, там 5-10 лет. Там будет прописано, что он должен делать в регионе, как он будет все это вывозить, как будет наращивать инфраструктуру, как будет развивать полигон. Потому что, как вы знаете, полигон на полигон сейчас разрабатывается. Учрежденная территориальная схема обращения с отходами войдет в техническое задание конкурса. С ее помощью потенциальный региональный оператор будет иметь представление о том, с какими объемами отходов и какими объектами необходимо будет работать на территории округа. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Что делать, когда температура за окном стремится к нулю, а тепло в квартире в дефиците? С такой проблемой столкнулись жильцы дома 33 по улице Ленина. По словам жильцов, весь сентябрь и начало октября радиаторы отопления были холодными, как лед. От звонков в управляющую компанию и коллективных писем столбик термометра в жилых помещениях не поднимался. Отчаявшись, замерзшие жители пригласили к себе домой представителей Государственной инспекции строительного и жилищного надзора, управляющей компанией и нашу съемочную группу. Ирина Цепетова с подробностями. Ну, на улице было тепло, а мы вообще не замечали. А потом, как похолодало, и вот весь сентябрь мы звоним этим диспетчерам. Толку никакого. И я столько жалоб от людей дома. Что делать, что делать? А диспетчер отвечает, то давление низкое, то насос полетел, то еще какие-то причины. В чем дело, объяснить не могут конкретно. Целый месяц жители дома 33 по улице Ленина жили в холоде. Сегодня в квартире Тамары Алексеевны тепло и комфортно. Температура воздуха в жилом помещении самая оптимальная, почти 22 градуса. По словам хозяйки, жалобы возымели действия. Отопление включили за сутки до приезда нашей съемочной группы, но сегодня радиаторы, как и месяц назад, снова холодные. Видите, батарея прогрев ровный. То есть, что сверху, что снизу, она не забита. Радиаторы отопления в квартире, согласно приборам госжилинспекции, в хорошем состоянии. Причина выяснилась чуть позже. В подвале дома прорвало трубы. Впрочем, эту причину можно назвать проблемой сегодняшнего дня. А ведь тепла в квартирах не было целый месяц. По словам представителей управляющей компании Коми-сервис, первая причина невысоких температур в доме – низкое давление в тепловых сетях на входе в тепловой узел дома. Многоквартирный дом 33 по улице Ленина Тупиковый, то есть самый последний на тепловой магистрали. Когда мы осматривали весь дом, повторно на основании обращений граждан, у нас была получена информация на основании манометров, которые пошли по верху, о том, что давление теплоносителя на входе в дом идет три атмосферы. То есть данного давления недостаточно для циркуляции дома. Писали письма, составляли акты. Компания КТС приходила с приборами, осматривали весь дом. Теплопотери в доме нет. Циркуляция идет естественная. То есть как заложена техническая документация. Но есть еще и вторая причина – ветхое состояние систем отопления и канализации, капитальный ремонт которых не проводился в этом доме с 1991 года. Вся коммуникация в подвале, который находится в системе отопления, в ветхом состоянии. До нашего управления пока не взяли, никто палец за палец не ударил. Там проходят и транзитные трубы, и наши трубы. Вся система свящих. У нас нет денег, чтобы делать капитальный ремонт. Мы составляли смету и представили, жильцы не согласились на это. Потому что огромная сумма. Но мы бы, конечно, за свой счет все сделали бы своими силами, если бы жильцы согласились бы хотя бы какую-то час. С тем, что система отопления нуждается в капитальном ремонте, жильцы дома единогласны с управляющей компанией. Нужно, да. Нужно отопление делать. Потому что, я вот говорю, давно живу здесь. Вот и эта женщина. Мы доехали в одно время, в 91-м году. Вот с этим. И такая самая система. Сначала было нормально, а потом начали там врезать, а кто куда. И все, пропало тепло. И никаких сберем. 2 миллиона 400 тысяч рублей. Столько стоит капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры. Взять на себя бремя расходов жильцы дома 33 по улице Ленина не согласны. А между тем, капремонт этого дома по региональной программе запланирован на 2029 год. Ускорить этот процесс можно. Сегодня собственники многоквартирного дома должны решить, хотят ли они жить в дефиците тепла. Педагоги округа, добившиеся весомых результатов в своей работе, получили заслуженные награды. Глава региона Игорь Кошин вручил преподавателям премии президента России и премии губернатора Ненинского округа. В числе лучших – пять педагогов, работающих в детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования. По страницам Печорского лесозавода прошлись старшеклассники второй школы. Тест, инициатором которой выступил спикер собраний депутатов Ненинского округа, приурочили к юбилею предприятия. Президентские и губернаторские премии получили заслуженные педагоги Ненинского округа. Чествование учителей прошло в профессиональный праздник во Дворце культуры Арктика. Первым поздравить окружных педагогов на сцену вышел губернатор региона Игорь Кошин. Губернатор подчеркнул, что сегодня в округе создана единая система, охватывающая начальное и среднее образование, а также профессиональную подготовку. В такой системе школы конкурируют между собой за учеников, так как выбирают и развивают профильные направления выпускных классов. Профессиональная ориентация – помощь в поиске себя для молодых – одна из главных задач для сегодняшних педагогов. Сегодня замечательный праздник. И вы знаете, удивительно, но факт, вот нас, такими, какими мы стали, вот сегодня бы не было. Потому что вы прекрасно знаете, что человек наполовину состоит из того, что в него вложили родители и гены, а остальная половина – это что человеку дали его наставники, учителя. И остается только догадываться, сколько теплоты, сколько душевных сил, сколько любви вы вкладываете в своих учеников. Я просто преклоняюсь перед вами. Спасибо вам огромное за ваш огромный гигантский труд. После поздравления Игорь Викторович вручил президентские и губернаторские премии лучшим учителям. Лауреатом премии президента России стала учитель иностранного языка школы номер 2 города Наринмара, почетный работник общего образования Ирина Марокко. Лауреатами премии губернатора Ниньцкого округа стали учителя начальных классов 4-й и 5-й городских школ Светлана Хорошавина и Марина Лукьянчикова. Еще два педагога – преподаватель Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского Галина Поздеева и воспитатель детского сада «Радуга» Мария Шашолина. Получили звание лауреатов премии губернатора за выдающиеся достижения в области образования. Все они получат премию в размере 100 тысяч рублей из окружного бюджета. Приятный сюрприз ждал на праздничном концерте всех окружных педагогов. Их поздравил популярный певец, заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия, солист театра «Новая опера» Евгений Кунгуров. Такой творческий подарок учителя получили благодаря инициативе главы региона и поддержке нефтяной компании «Башнефтполюс» в рамках соглашения о социально-экономическом развитии. Поздравили учительское сообщество и местные артисты. С главной окружной сцены прозвучали любимые мелодии в исполнении концертного ансамбля Дворца культуры, а также перед педагогами выступили детские коллективы. В этом году Печорскому лесозаводу исполняется 113 лет. В свое время это предприятие было градообразующим, и на нем трудились целые родовые династии. Оно как памятник, историю которого надо знать и передавать из поколения в поколение. Именно поэтому по инициативе председателя собрания депутатов Нининского округа Анатолия Мендина, старшеклассники из второй школы проверили свои знания в тесте по страницам Печорского лесозавода. Ребятам, которые лучше всех справились с заданиями, вручили заслуженные награды. Дарья Честнейшина из седьмого класса свою грамоту получила абсолютно заслуженно. Во время проведения обучающего урока с участием пенсионеров Печорского лесозавода, который был организован накануне самого теста, девочка не только внимательно слушала, но и конспектировала, что и пригодилось ей во время выполнения заданий. «Этот тест был очень познавательный для всех. Нужно знать историю округа. Для нас сделали специальную презентацию, чтобы мы хоть что-то ответили на тесте». Понравился тест и однокласснице Дарьи Лизе Филипповой. После обучающего урока она сразу отправилась в библиотеку, чтобы побольше узнать про историю Печорского лесозавода и хорошо написать тест. Особенно девочке запомнился один вопрос. «Понравилось. Очень познавательные были вопросы, на которые можно было отвечать. У меня был вопрос, как переводится «стелополярь». Стелополярь переводится как «полярная звезда». А вопросы для теста рождались благодаря совместной работе учителя истории Ольги Коткиной и самих ветеранов. Нина Васильевна Романчук за более чем 40 лет работы на заводе сначала простым работником, а потом начальником производственного отдела каждый вопрос пропускала через себя и через свои воспоминания, которые бережно хранятся в каждой семье и в каждом доме, которые так или иначе причастны к Стелополаре. Очень здорово, что наши ребята по окончанию тестирования показали прекрасное, прекрасное знание. Некоторые очень даже глубоко описали свои, в общем-то, семьи, которые работают, своих родителей, бабушек, прабабушек, которые работают на предприятии очень много лет. Династии у нас очень много было на заводе. И мы думаем, что продолжим вот это мероприятие». Идейный вдохновитель Анатолий Васильевич доволен результатами. Первый блин, признается, получился никомом. Впереди много планов и работы. Но самое главное – это преемственность поколений, без которой память об истории Печорского лесозавода и округа в целом пропадет. «Я считаю, что вот это мероприятие прошло на хорошем таком организационном уровне, и ученики с удовольствием приняли участие в этом тесте. Более того, они самостоятельно сами искали материалы по истории Печорского лесозавода, расспрашивали своих родных, близких, дедушек, бабушек о том, как они трудились. И это здорово. Здорово то, что наше молодое поколение будет знать историю трудовые и будни, и подвиги своих родных и близких. И я думаю, что мы эту традицию по проведению этих тестов с помощью ветеранской организации Печорского лесозавода будем продолжать». На лесозаводе сохранились танки, инструменты прошлых лет, еще не выброшенные на металлолом. В музеях и архивах города, округа Архангельской области имеется ряд фотоматериалов и документов о деятельности лесозавода. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Товар на любой вкус. В Наринмаре начала работу Кировская ярмарка. Мед и различные продукты пчеловодства. Тульские конфитюры, орехи и сухофрукты высокого качества из Таджикистана. Товары для здорового образа жизни, а также женские платья и туники. В Наринмар приехала долгожданная ярмарка из Кирова. Уже полюбившаяся наринмарцам ярмарка в этот раз обосновалась в Кармановке по адресу улицы 60 лет СССР 2А. Продавцы предлагают большой ассортимент кировского пчеловодства. «Есть такие у нас постоянные покупатели, которые уже нас ищут, которые уже пробовали наши меда, которым нравится наши меда. Знают, что у нас всё натуральное, никаких добавок, ничего нет. Пчёлы как в каком виде себе собрали, в таком виде и всё продаём». С соседнего прилавка манит запах свежей колбасы и различных мясных деликатесов, а также корейских салатиков. Наринмарские модницы могут утеплиться фабричные, молодёжные и женские пальто от кировских производителей, а также купить мумиё, очки и капли панькова, растительные и пищевые масла. Здесь же и продукты для здорового питания. «Мука, отруби, в широком ассортименте каши, пищевые масла и многое-многое другое». Продавцы обещают хорошие скидки и подарки. Кировская ярмарка ждёт всех желающих с 10 до 20 часов с 5 по 11 октября.